Многие люди задаются вопросом, как мне зарабатывать больше, как мне стать успешнее и так далее, да? И не так много людей задают такой вопрос, а какую пользу я могу дать другим людям, какую ценность могу принести? Итак, Алис, вот допустим, ты приносишь какую-то пользу, да? Поэтому ты становишься постоянно успешнее, твои доходы растут. Можешь поделиться за счет чего? То есть в чем именно твоя ценность? Моя ценность, наверное, чуть ли не самая доступная клиенту. То есть если, скажем, врачу бывает сложно объяснить, в чем польза от профилактики, от тех или иных таблеток, то со мной все очень просто. Я приношу клиентам больше денег. Я помогаю им в двух вещах. Маркетинг и отладка бизнес-процессов. Если клиент хочет, чтобы его прибыль росла, его продажи росли, хочет привлечь больше клиентов, хочет увеличить продажи каждому клиенту, удержать клиентов. Это все решается маркетинговыми инструментами сегодня на сегодня. И очень мало я видел в своей жизни бизнесов, которым я не могу буквально за месяц поднять продажи на 20-30%. А вот если нужно, чтобы бизнес рос в перспективе, то здесь включаются уже другие инструменты. Нужно масштабировать бизнес. Развить его, открыть филиалы. Например, один из моих клиентов за прошлый год открыл филиалы своего бизнеса в 21 городе. До этого у него было 2 города и мечта о том, что их когда-нибудь станет 10. Через 8 месяцев после тренинга у меня у него стало 23 города и четкий, внятный план, сколько их будет до конца 15 года. Слегка перевыполнил. На том и стоим. Вот это, соответственно, та польза, которую я могу принести. Больше денег завтра и больше денег через 2-3-5 лет. Как ты к этому пришел? То есть это изначально так было, либо ты искал себя? Ты знаешь, да. Я несколько раз менял профессию. Одна из моих любимых шуток на этот счет. Это то, что когда я в школе писал сочинения в выпускном классе «Кем я хочу стать?», Одной из моих профессий, которая у меня потом зарабатывала себе на жизнь, просто еще не существовала. Я функциональный веб-программист, разработчик веб-аппликации, вообще IT-разработчик. Второй профессии не существовало в Советском Союзе. Я тренер по рукопашному бою и карате. В Советском Союзе карате было под запретом. И третья профессия существовала, но в Советском Союзе о ней никто не знал. Профессия эксперта по маркетингу, бизнес-тренера и бизнес-консультанта. Поэтому понятно, что после школы я собирался продолжить тот путь, который я рассматривал все свои школьные годы. Собирался закончить биологический факультет и работать в НИИ, либо в зоологии, либо, возможно, экспериментальной ботанике. Но поскольку на фоне всей этой суеты в 90-м году, приближающегося распада Союза и так далее, семья решила уехать, а мне еще даже не было 18-ти, то я поехал вместе со всеми. В Израиле очень быстро стало понятно, что в биологии каких-то денег, которые позволят нормально жить и прокормить семью, просто почти невозможно найти. Я переключировался на компьютерные технологии, благо этим я увлекался еще в школе. Спустя какое-то время я в рамках своего увлечения боевыми искусствами прошел тренерские курсы, стал соревнующимся спортсменом, стал преподавателем. Ну, от этого я, к сожалению, к сожалению, уже давно отошел, потому что вот эти вот регулярные поездки за границу, когда я уже даже не могу ответить на вопрос, в какой стране я живу, они, конечно, мешают серьезным тренировкам. Ну, а в какой-то момент я увлекся еще и журналистикой. Дело в том, что в Израиле такая очень удобная точка, есть доступ к российским специалистам, есть доступ к западным. И поэтому я стал писать для российских СМИ статьи о том, как обстоит дело с боевыми искусствами на Западе. Европа, Америка, Израиль. И тут, к моему удивлению, стали ко мне приходить люди, это мы говорим где-то про год 95-й, и говорили, Александр, вот я читаю ваши статьи в журналах по боевым искусствам, мне нравится, как вы пишете, напишите мне рекламу. Я сприва удивлялся, потом решил, ну, отчего бы не попробовать. То есть спрос, он возник как бы сам себе? Совсем случайно, спонтанно. То есть мне очень легко представить себе свою жизнь, которая так и не свернула бы на рельсы маркетинга, ты себя просто продолжил бы работу в сфере IT, там я тоже был достаточно востребован. Вот, например, если у тебя когда-нибудь стоял в компьютере Pentium 2, вот этими самыми руками сделан кусочек этого процессора, я работал в Intel и входил в команду разработчиков. Угу. И задача может быть решена только в комплексе. Должна работать реклама, должен работать маркетинг, должно работать обучение персонала, должна работать ассортиментная политика, ценовая политика. И тогда, естественно, мне пришлось принять решение, либо я хочу быть востребованным профессионалом, либо я хочу действительно помогать клиентам, и тогда надо освоить все эти вещи тоже. Ну, либо так и оставаться любителем, который один-два раза в месяц пишет какой-нибудь рекламный текстик. И когда я стал во всем этом разбираться, я понял, что маркетинг это мое, что мне правда интересно этим заниматься, что у меня правда, вот как говорят сейчас, молодежь прет от этого. И до сих пор прет. И до сих пор прет. То есть, если бы я тебя сейчас позвал в свой номер, у меня сейчас около кровати стопка книг по маркетингу к прочтению. Я даже на отдыхе не переставаю этим заниматься. У меня в компьютере недописанная книга, над которой я работаю, у меня стопка книг к прочтению, у меня сегодня вебинар, у меня послезавтра вебинар. То есть, я все время в этой работе, она меня действительно радует. То есть, ты и изучаешь, и транслируешь, и все это одновременно. Изучаю, занимаюсь собственной разработкой, транслирую, консультирую, создаю новые методики. И да, все это одновременно. Кто же даст это делать последовательно? Да, это точно. Три года назад мы с тобой по ту сторону Сиамского залива записывали очень классное интервью. И вот когда ты начал отвечать на вопрос, в чем твоя ценность, я могу подтвердить это. Потому что я понимаю, что ты статьями помогаешь людям, тренингами, книгами, потому что я вижу везде отзывы. Я бываю на Бали, я слышу твое имя там, в Таиланде. И я могу подтвердить по себе, те рекомендации, которые ты даже дал в интервью, они помогли мне улучшить и заставили мой бизнес приносить больше денег. Вот по той шкале уровней, когда ты рассказывал, после чего человек перестает замечать, ощущать расходы в ресторане, за технику и так далее. Я начал двигаться по этой шкале, мне это стало интересно. То есть эта идея была подхвачена именно от тебя. Также за эти три года, ну, несколько десятков именно писем по твоей передаче к нам пришло, что ты помог. Поэтому здесь я могу полностью подтвердить. И хотел бы задать, исходя из этого, следующий вопрос. Что за эти три года поменялось? Вот с момента, как мы записывали ту передачу и сейчас. Изменились ли как-то масштабы твоего бизнеса? Появились ли какие-то новые технологии? Ну, новые технологии появляются все время. То есть если ты эксперт и при этом не ведешь постоянно разработку чего-то нового, то у тебя просто наступает застой, как в Советском Союзе при Брежневе. Постоянно развиваешься? Да, разумеется. То есть я использую технологию майндмэпов для работы над какими-то новыми темами. И я вот смотрю, у меня их постепенно 10, 20, 50, сейчас, наверное, около сотни майндмэпов, каждый из которых легко разворачивается хоть в тренинг, хоть в книгу. И поэтому у меня, естественно, возникают все время новые темы для семинаров, новые инструменты для консалтинга. Даже если я с кем-то, скажем, поработал полгода назад, он пишет, Александр, мы вот это внедрили, пошли вот такие деньги. Я говорю, Борис, а у меня за это время появились две новых разработки, давайте их тоже внедрим. С точки зрения выступлений, вот за эти годы у меня, как бы сформулировать, случился такой стабильный переход на большую сцену. Опыт работы с залами больше тысячи человек, опыт ко-спикерства с такими людьми, как Стивен Кови, Алан Пис, Брайан Трейси. И, скажем, около года назад мы проводили втроем семинар по продажам. Брайан Трейси, которого, я думаю, твои зрители знают. Нил Рекхэм, который чуть менее известен, потому что он эксперт по продажам B2B. Но, в принципе, вот в мире тяжело найти кого-то в B2B продажах, кто был бы авторитетнее. И я, так сказать, вот то ли от России, то ли от Израиля, не знаю, но вот представлял принимающую сторону. То есть это происходило в Москве. В каком Москве? Да, зал на тысячу мест. И я там использовал одну технологию. Я очень люблю, когда то, что я преподаю, оно наглядно. И я там давал тему мгновенного увеличения продаж через изменение предложения без изменения продукта и без изменения цены. И я это показываю наглядно. Я говорю, ребята, вот предложение, вот на слайде, что я вам предлагаю. Цифры вот такие. Кто готов купить? Кто готов сейчас подняться на сцену, отдать мне деньги, встаньте на ноги? Встают человек 20. Я говорю, это было плохое предложение. Теперь мы его меняем. Я говорю, смотрите, я предлагаю то же самое. Цену я не меняю, но я это предлагаю по-другому, на других условиях. И вы помните, что это то же самое. Я напоминаю об этом. Кто теперь готов купить? Бах, 100 человек встают на ноги. Я говорю, видите, это было предложение получше. В общем, на пятом витке у меня уже стоит практически весь зал. Вот такие вот наглядные вещи я люблю, потому что они и правда работают, и причем работают быстро. Я когда брал интервью как раз у Брайана Трейси, искал на тот момент еще интервью у Брайана Трейси, и получилось так, что, по сути, в интернете на тот момент было только твое интервью с Брайаном Трейси. Это в Москве, да, ты записывал? Сейчас соображу. Либо в Москве, либо в Самаре. Мы с ним оба-два выступали и там, и там, поэтому надо просто по датам смотреть. Да. И получается, после того, как я записал, у нас было интервью, и больше я ничего не нашел. Как ты думаешь, почему больше никто не берет интервью у Брайана Трейси? Ведь это такой мощный дядька. Ну, дядька мощный, но тут вопросов два. Первый это, а со всеми ли мощный дядька хочет общаться? Ну, так, зная немножко Брайана вот за сценой. Он, с одной стороны, человек открытый, с другой стороны, человек занятой, но и не мальчик уже, ему уж хорошо за 70. Я заметил, что он к себе абы кого не подпускает близко. Это было сразу видно. То есть он фильтрует окружение. Ну, правильно делает. Тогда такой вопрос. Каким человеком нужно стать, чтобы... И как это сделать для того, чтобы общаться с такими людьми, как Брайан Трейси и так далее? Александр Левитас, Стивен Кови. Это репутация, в первую очередь. То есть понятно, что когда первый раз мне довелось, когда говорят американцы, это Шайр Застейдж разделить сцену с Брайаном, Брайан меня на тот момент не знал. Ну, то есть, видимо, приглашающая сторона ему как-то объяснила. Но понятно и то, что многие были бы рады провести с Брайаном совместное мероприятие, поэтому почему именно меня организаторы пригласили? Полагаю, по двум причинам. Во-первых, потому что я, во-первых, на слуху, во-вторых, на слуху не столько вот за то, какой я яркий, славный, обаятельный, а за то, какой я полезный, за то, что ученики потом говорят, о, слушай, так мы же это внедрили, так оно же еще и работает, оно же еще и деньги приносит. Во-вторых, потому что я, как и Брайан, писатель, лектор, спикер, то есть фигура для него понятная. Ну, и отчасти еще и потому, что вот есть коллеги, которые очень любят все одеяло, не что-то таскивать на себя. Я не люблю как-то называть имена людей, которыми не нравятся, ну, и для того, чтобы не обидеть нечаянно человека, который этого не заслуживает, и для того, чтобы, наоборот, если человек этого заслуживает, не делать им лишнюю рекламу. Ну, и кто в теме, тот поймет. То есть есть, например, коллеги, у которых позиция «мы изобрели все». Вот Сергей изобрел все, кроме того, что изобрел Игорь, и они работают вместе. Там есть коллеги, которые вот просто перетаскивают на себя микрофон и камеру, говорят, ну, этот, что про него говорить, поговорим про меня. А есть коллеги, которые вменяемые, которые говорят, смотри, вот это то, что мне есть сказать, а это то, что ему есть сказать, и я так прям рекомендую. И таким образом всем становится хорошо, и меня, в принципе, организаторы знали как человека вменяемого, который не будет пытаться как-то перетягивать одеяло на себя, и тем самым, ну, даже не знаю, как это сформулировать, умалять коллегу, срывать план мероприятия, то есть командный игрок. Да, наверное, правильно здесь сказать командный игрок. Я еще заметил, что вот перетягиватели одеял, они как бы, ну, это люди разового успеха, они не смотрят на перспективу, не смотрят на позицию вин-вин, да, вот о чем говорит Стивен Кови и так далее. Поэтому мне очень нравится, когда идет вот такая командная работа, когда идет просто вот среди коллег усиление друг друга. И, значит, ты вот сказал, каким же человеком нужно стать и как это сделать, да? Нужно там получить репутацию, чтобы общаться с такими людьми, как Брайан Трейси, да, чтобы как бы черпать у них в прямом общении знания. Что еще? Как это сделать? Как получить такую репутацию? Это не всем понятно. То есть мы с тобой общаемся, мы понимаем, да? Но большинство людей, они не знают, как выйти на уровень, на такое, как получить доверие от аудитории, от других людей. Смотри, Автем, у меня есть на эту тему семинар, он занимает 8 часов. Плюс у меня вот сейчас готовится к запуску проект годового сопровождения, поэтому то, что я скажу сейчас, это, конечно, вот просто, как говорят у нас в Израиле, на самом кончике вилки. Первое, это результаты. То есть репутация человека, это в значительной мере то, чего он достиг, то, что он сумел сделать, это проекты, которые он поднял, это книги, которые он написал, это ученики, которых он подготовил. То есть все это вещи, которые, в общем, говорят сами за себя. Ну, как я обычно объясняю на семинаре, можно сказать, ребята, я Александр Левитас, я крутой бизнес-тренер. А можно сказать, ну, нет, это уже был бы, конечно, перебор. Нет, правда, только правда, ничего, кроме правды. Но можно сказать, вот, ребята, я крутой бизнес-тренер, а можно сказать, ребят, я бизнес-тренер, и среди моих клиентов МДМ-банк, Сбербанк, Лаборатория Касперского, Уральский федеральный университет, Торговая Марка Махеев, по факту, и уже не надо ничего добавлять, и так, в принципе, все понятно. То есть можно сказать, я пишу крутые книги, и вообще, я крутой писатель. Можно сказать, моя книга завоевала титул деловой, бестселлер года номер один. Больше всего экземпляр, дай бог памяти, то ли 12, то ли 13. Вручение было в 13, ну, значит, соответственно, за 12. Больше денег от вашего бизнеса. Больше денег от вашего бизнеса. Сейчас вот одна книга лежит в издательстве, ждет, пока цикл подготовки подойдет к концу, и они там уже готовы в типографии нажать кнопку печатать, и вторая сейчас у меня в ноутбуке пишется. Так что, я думаю, будет чем порадовать читателей в ближайшее время. Среди информация, как будет называться книга? Все просто. Первая книга будет называться, ну, если только маркетологи издательства что-нибудь лучше не придумают, она будет называться «Быстрый маркетинг», и будет посвящена тому, как можно с помощью чисто маркетинговых инструментов, не вкладываясь в рекламу, чисто за счет работы с теми клиентами, которые уже и так к тебе приходят, резко поднять продажи, резко поднять чистую прибыль, причем специфика книги – это методы, которые внедряются на интервале от одного дня до четырех недель. То есть будут какие-то вещи, которые читатель может сделать просто вот прочитал, трубку снял, позвонил своим продавцам, говорит, ребята, с этой минуты делаем так, уже до конца дня увидят рост продаж. Там есть вещи, которые требуют подготовки, напечатать рекламные материалы, ценники переписать. Это вещи, которые могут делаться за неделю. То есть четыре недели – это быстро, а в течение дня это вообще мгновенно, можно сказать. Да, именно так. То есть вообще я, если бы эту книгу писал на английском, она бы называлась «Инстант маркетинг», по аналогии с «Инстант кофе», быстро растворимый кофе, который не надо варить, не надо что-то там с ним возиться, просто кипятком залил и все. Так и здесь. Аналогия практически полная. Вот кипятком залил и все. Но, с другой стороны, это, конечно, не стратегический маркетинг, это не то, что тебе позволит следующие пять лет на рынке доминировать, но это то, что позволит тебе получить деньги быстро и без побочных эффектов, что тоже важно. Слушай, а вот смотри, большинство людей ведь хотят больше денег, практически каждый хочет больше денег. Конечно. И, по сути, каждому будет полезно прочитать вот твою книгу. И первую, и вторую. И первую, и вторую. А как ты считаешь, для кого эта книга противопоказана? Не может быть такого, что для всех книга? Или может быть? Нет, ну, книга, понятное дело, адресована владельцам бизнеса, либо сотрудникам маркетингового отдела и отдела продаж, имеющим право принимать решения. Понятно, что если ее прочитает дизайнер на зарплате, или если ее прочитает кассир супермаркета, ну, это будет для него просто увлекательное чтение, но не более того. А вот фрилансерам будет полезно? Вообще, смотришь, вот ты любишь свободу, да? Ты, по сути, помогаешь людям быть более свободными в финансах. Ты своим стилем жизни показываешь, как можно жить. Допустим, вот взять сейчас Таиланд, да, можно сказать, еще зима. А как ты считаешь, вот многие люди хотят вот такую свободу? Ну, хотят многие. Понимаешь, это примерно то же самое, что показать фотографию Анжелины Джоли и спросить, а многие мужчины хотели бы оказаться с ней в постели? Очень многие, я думаю, что процентов 90. Ну, а второй вопрос, соответственно, а кому-то, так сказать, довелось. Окей, почему же так происходит, что только там 10% из 100% всех желающих очутятся, окажутся, да, на тропическом острове в течение зимы, а 90% почему они вообще ничего не предпринимают по этому поводу, вообще, вот если разобраться так? Они не то что не предпринимают, они честно предпринимают. В смысле, если мы сейчас просто вот к бассейну подойдем и станем орать по-русски, ребят, кто из России, помашите рукой, рукой помашет. Ну, просто большинство этих ребят, они прилетели, например, 9-го, чтобы 16-го вернуться домой в свой офис. Когда самый кайф начинается, а уже такой облом, пора улетать. То есть у людей есть некоторое такое вот представление, как в жизни добиваются успеха. И многим им вот папа с мамой в детстве говорили, там, сынок или доченька, тебе надо хорошо учиться в школе, потом тебе надо закончить институт, и потом ты начнешь работать за маленькие деньги, потом ты будешь хорошо работать, ты станешь получать деньги побольше, сможешь ездить, отдыхать один раз в год в Турцию, потом ты будешь работать лучше, ты сможешь зарабатывать больше денег, ты сможешь летом ездить в Турцию, а зимой в Таиланд, а потом ты выйдешь на пенсию и будешь отдыхать. И они так и живут. И они, как-то сказать, на этом пути, вот когда их картина в голове, это летом в Турцию, ну или не в Турцию, они могут подняться, они могут летом ездить в Италию, например, которая, безусловно, гораздо приятнее Турции. Ну вот эта вот концепция, вот я неделю, там две недели летом отдыхаю, еще там неделю, две недели отдыхаю зимой, а все остальное время я работаю и коплю деньги на эти поездки, вот они как поставили себе эту цель, так они ее успешно добиваются. Что заказал, то и получил. Да. Так почему же не заказать по максимуму и не взять больше от жизни? Ну, во-первых, часто у людей просто нет в голове этой картинки. Я тебе расскажу про себя, я же вырос в Советском Союзе, то есть в стране, где не у каждого вообще были знакомые, которые бывали за границей. Скажем, я вот жил в Белоруссии, ну то есть если ты в Минске сел в автомобиль, педаль газа втопил, через два часа ты в Польше, ну может в Рум, через три, очень близко. Но при этом даже людей, которые хотя бы в Польшу выехали, вот в моем кругу общения были единицы. Ну просто потому, что в Советском Союзе это была целая процедура. Ну вот примерно как сейчас для милиционера в России выехать за границу, у него вообще нет загранпаспорта, а если он есть, то он лежит в сейфе у сотрудника какого-то там кадрового отдела. И если он все-таки хочет съездить в отпуск за границу, то он должен подавать просьбы, его случаи рассмотрят и возможно разрешат, но скорее всего нет. Вот в Советском Союзе так было для всех, ну кроме самой-самой партийной верхушки. И так уже 25 лет как нет Советского Союза, а для многих это еще осталось? Да, конечно, но не только это. Во-первых, в России у более чем 90% населения нет и никогда не было загранпаспорта. То есть нет в голове, просто вот за границей это то, что бывает в телевизоре. Это же 130 миллионов человек без загранпаспора. Примерно так, примерно так. Так вот, говоря обо мне, я уже выехал в Израиль, я уже жил в Израиле, ну то есть не было у меня уже проблемы с тем, что вот границы Советского Союза закрыты. Ты раздвинул свои собственные границы? Я их не раздвигал, просто вот в 90-м семья улетела, ну и я вместе с ней, потому что одному оставаться как-то был совсем скучно, да и в общем ситуация в стране не радовала. И вот я уже живу в Израиле. И я на тот момент живу в Израиле, ну чтобы не соврать, лет, наверное, больше 10. И при этом за границу Израиля не выезжаю. Ну в принципе мне и так неплохо, у меня Средиземное море вот 10 минут от дома. Паспорт Израиля. Паспорт Израиля. То есть у меня в одну сторону поедешь море, в другую сторону поедешь горы, там в третью сторону поедешь апельсины на дереве, ну чтобы даже ехать не надо, из дома выходишь, и вот они под окном растут, с дерева срываешь апельсины и ешь. То есть это не то, что живешь в Норильске и мечтаешь о море, живешь на море, но все равно вот психологически я как-то живу в Израиле, и о том, чтобы куда-то съездить даже так не особо думаю. И тут мы все-таки с моей женой, я на тот момент еще был женат, едем в гости к ее сестре в Германию. Приезжаем, и все это происходит неподалеку от Швейцарии, и в какой-то момент мы с племяшкой выезжаем в город Констанс, в город Фридрихсхаффен, где вот изобрели дирижабли, и рядом с ним, вот если озеро переплыть, город Констанс. Чем он примечательен, поскольку он стоит поперек границы с Швейцарией, то есть просто одна из улиц Констанса это граница между Германией и Швейцарией, американцы его в войну не бомбили, и вот в этой части Германии это единственный сохранный город, там с церквями, с ратушным зданием, который не был в войну раздолбан в хлам, потому что швейцарцы, они как держали нейтралитет. Они не говорили, мы ни в кого не стреляем, они говорили, ребята, вот наша граница, кто ее пересекает, в того мы начинаем стрелять, не глядя на то, какой у него флаг. То есть вот это был их нейтралитет. Вы нас не трогайте, и все останетесь живы. И поэтому американцы понимали, что вот если бомбить немецкий Констанс, то легко полкилометра лишних прилететь и оказаться в швейцарском пространстве, а там уже сидит какой-нибудь зенитчик, и ему давно скучно, а тут такая возможность. Так вот, соответственно, гуляем мы по Констансу, подходим, и там стоит такая будка, ну вот просто будка, ну вот как пост ГАИ в Советском Союзе. И дальше улица, только там какие-то немножко другие вывески на домах, на магазинах, и Настя говорит, а туда ходить не надо, там Швейцария. Я говорю, а почему туда ходить не надо? Она говорит, там ничего интересного. Я говорю, Настя, ты маленькая, ты не росла в Советском Союзе, ты не понимаешь, как звучит фраза, а тут я вышел в Швейцарию купить настоящую швейцарскую шоколадку. И, соответственно, мы переходим границу. Ну там же в будке сидит таможенник. Он говорит, что в сумке? Ну и показываем сумку. Он говорит, нормально, проходите. То есть там ни бумаг, ничего, просто в сумку глянул, все нормально. Пормальная граница такая. Ну тут Европа, там Европа, чего париться? Это же не с Сомали граница, с Германией. Ну, прошлись по швейцарскому Констансу, ну правда смотреть особо нечего. Купили шоколадку, кофе попили, вернулись назад. Но это у меня повернуло мозги. И я вдруг обнаружил, что я живу в мире, в котором можно взять и сходить в Швейцарию за шоколадкой. То есть, что это не многомесячный процесс, когда ты сперва готовишься, потом собираешься, потом заполняешь бумаги, потом ждешь. А просто вот взял и сходил в Швейцарию. И это как-то так повернуло мои мозги, что буквально на следующий год я уже начал летать по принципу оба-на, друзья говорят, что они на Рождество в Праге, а что я дома-то сижу? И все, и вечером я уже в самолете. И вот, видимо, многим людям не хватает такой вот прогулки в Швейцарию за шоколадкой, чтобы понять, что мир, в котором они живут, это мир, в котором уже давно самолеты есть, поезда есть, а границ не то, что совсем нет, но большей части они на бумаге, а не в жизни. Слушай, Алекс, вот рассказ твой сейчас. Можешь ли ты предсказать или спрогнозировать, что думают люди, услышав о таком масштабе, о такой свободе мышления, что вообще человек может круглый год путешествовать, занимаясь любимым делом, что человек может, вот захотел он съездить, там, допустим, поужинать в Париж, не вопрос, да? И вообще, что думают люди? Нет, поужинать все-таки замаешься, ты же понимаешь, чтобы два часа ужинать, восемь часов в дороге, надо немножко недолюбливать себя, а вот скажем девушке сюрприз сделать, дорогая, а давай встретим 8 марта в каком-нибудь приятном месте, и все, и седьмого в аэропорту, и восьмого она просыпается в гостинице в Париже, смотрит в окно, там, Эйфелева башня. Вот это запросто. Да, так что же все-таки думают люди, когда смотрят на двух ребят, которые там в течение зимы где-то под пальмами пьют кокос и так далее, в то время, как в их городах-то все не так солнечно и ярко? На самом деле, тут есть несколько типов реакции, в зависимости от того, насколько человек взрослый. Тут надо пояснить, что вот если ребенка лет четырех, который споткнулся, скажем, об камень или стукнулся об стульчик, ну, не мне тебе рассказывать, у тебя это происходит на глазах. Если его спросить, кто виноват, он что скажет? Стульчик. Конечно, это стульчик плохой, это стульчик, мы сейчас побьем за то, что он мне подножку поставил. А когда ребенок взрослеет, он годам, так, если я правильно помню, в пяти-шести уже начинает соображать, что это не стульчик плохой, а это ему надо тщательнее смотреть, куда он идет. Вот некоторые люди, они, к сожалению, так и застряли на том этапе, когда стульчик плохой. Ну, стульчик можно заменить, Путин виноват, там, правительство виновата, Обама виноват, там, не знаю, мировое закулисное правительство виновата. Экономика, инфляция и так далее. Не, ну, экономика это все-таки объективный фактор, но он не злонамерен. Вот они ищут врага, им кажется, что вот есть какой-то враг, из-за которого все плохо. Так вот, эти люди, они, конечно, сейчас сядут и думают, вот два зажравшихся буржуя, вот вас бы в 17-й год к стенке. Вас бы в 37-й год Беломорканал копать, а не эти ваши кокосы. Да, кстати, кокосы. И многие люди же реально готовы чуть ли не убить таких людей, да? Ну, хотели бы, но, извините, руки коротки. Как говорили, во времена моей подростковой жизни женилка не отросла. Ну да, если энергии не хватает даже на поездку, то о чем можно дальше разговаривать? Другие люди, они завидуют, вот, ребятам повезло, вот мне так не повезло, вот, может, у них там родители какие-то были, может, у них там фишка другой стороной выпала. Ну вот им повезло, как жалко, что мне так не повезло. Это тоже четырехлетнее мышление, да? Ну, это уже лет двенадцать, я бы сказал. То есть это уже прям прогресс. То есть он уже, как-то сказать, нас на свой уровень слесаря из Урюпинска стаскивать не хочет. Он уже говорит, ну как бы, ну вот да, вот они такие бизнесмены, а я вот слесарь из Урюпинска. И может помечтать, как бы вот здорово было бы, если бы он не слесарем был там, не перекладывал бумажки в офисе страховой компании в Красноярске слева направо, потом справа налево. А если бы он тоже был бизнесменом, ну тут он понимает, что у него, значит, и образование не то, и связи у него не те, и, соответственно, возвращается вот к своей повседневной жизни. А третья категория людей, ну и я надеюсь, надеюсь, что среди твоих зрителей их все-таки больше, чем в среднем по палате, это люди, которые говорят, как классно, как действительно вот здорово, когда я вот смотрю в окно, а там сугробы и грязь, и слякоти, и вот люди там по этому снегу топают на работу. Вот как здорово, что вместо этого можно сидеть под пальмой в Таиланде, там плюс 28 моря, плюс 28 воздух, и я тоже так хочу, и я подумаю, что мне сделать, чтобы я вот на следующий год тоже за этим столиком оказался. К тому же они это сделали, почему я не могу? Да. То есть вот такое мышление более взрослое, да? Да, 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 вот это в классической японской книге Хагакуры, в, как это сказать, моральном кодексе самурая, в наставлениях, как самураю жить и как самураю думать. Помимо известных фраз, вроде той, что каждый день готовься к смерти, и тогда ничего не будет для тебя пугающим, есть еще одна прекрасная фраза. Когда ты читаешь жизнеописание героев, не смей говорить себе «они смогли, а я не смогу, потому что это же они, а это я». Они люди, ты человек, этого достаточно. Да, это здорово. Какие действия предпринять тому человеку, который смотрит нас через канал YouTube и говорит «да, я уже вырос, я уже понимаю, что я уже на том уровне мышления, когда я могу задать вопрос, что я могу сделать такого, что сделали они, чтобы приблизиться?» Понятно, что если я буду работать на наемной работе, то больше, чем на 2-3 недели я не выйду в Таиланд, но я хотел бы пожить 3 месяца, полгода, попутешествовать и так далее. Что мне сейчас сделать? Алекс, помоги, дай рекомендацию. Что бы ты такому человеку ответил? Ну, на самом-то деле и на наемной работе можно жить в Таиланде, вот опять-таки, где-то тут неподалеку… Если это работа удаленная. Да, разумеется, тут неподалеку бегает мальчик, он из Донецка, он программист из Донецка. И он где-то вот осенью приехал сюда на неделю, ну, а пока он тут был, у них там началось со стрельбой, с взрывами домов и со всеми прочими прелестями войны. Смысла возвращаться уже нет. Смысл, ну, как, смысл-то возвращаться был, потому что, в общем-то, работа-то у него там и семья у него там. Ну, ему родители написали, если ты вернешься, тебя призовут воевать с твоими же друзьями, которые живут в Киеве, и поэтому они будут стрелять в тебя, а ты в них, оно тебе надо? Он сказал, не надо. И он просто написал своему начальнику, он сказал, слушай, а тебе не все равно, я в офисе сижу или а где-то в другом месте сижу? Начальник говорит, ну, пока ты всю работу сдаешь срок, какая мне разница? Наоборот, меньше его сидишь, меньше меня на нервы действуешь. И меньше моего кофе пьешь. И вот он теперь сидит где-то там у бассейна с ноутбуком на коленях, пишет свои программы точно так же, он их писал в Донецке, зарплата ему поступает на карточку, и по местным меркам, по ценнику Таиланда он прямо обеспеченный человек. Девочку свою сейчас сюда пригласил, она к нему буквально неделю приехала, вот, видимо, на некоторое время него пауза в работе возникла в связи с этим, но сейчас опять сидит, пишет программы. То есть первый ответ – это удаленная работа. Первый ответ – это удаленная работа, либо полностью, либо блоками. Ну, тут напомню зрителям про книгу Тима Ферриса, которую мы с тобой прочитали уже, когда это было в 2010 году. Не один раз. Там он как раз описывает способы сделать свою работу удаленной, если не полностью, то хотя бы блоками по 2-3 месяца, и это, правда, для огромного количества работ, это, правда, не проблема. Второй вариант – это уход с наемной работы на фриланс. Это, конечно, не везде реализуемо, потому что, если ты дизайнер, ты, конечно, можешь фрилансить. А если ты машинист поезда метро, то кому ты нужен в том же Таиланде, где нет поездов метро? При условии, если ты не планируешь освоить все это. Да, то есть либо приходится переквалифицироваться на новую профессию и при этом быть готовым к тому, что у тебя будет период такого достаточно серьезного проседания по деньгам, пока ты этой профессией не владеешь на востребованном рынком уровне. Но это полгода-год. И машинист, и слесарь – это же не приговор на всю жизнь, правильно? Нет, спасибо, конечно, нет. Другое дело, что человек может, если у него хватит силы воли, вот вернувшись со своей работы домой, не брать одной рукой пиво, другой чипсы и включать телевизор, а вместо этого брать в одну руку книгу, в другую ноутбук и садиться и осваивать какую-то новую незнакомую профессию, то он может тот же самый год, продолжая работать машинистом, выстроить себя уже как специалиста, который потом будет востребован уже как фрилансер. Это секрет того, что ты развиваешься каждый день параллельно работе. Да. И ты можешь стать фрилансером таким образом? Можешь. Я больше скажу, я же сам этот путь проходил. То есть на момент моего ухода в бизнес-тренинги полностью, когда я освободился от всех остальных видов работы, днем раньше я все еще работал программистом. Я был программистом в медицинском центре Рамбом, это вторая или третья по величине больница Израиля, ну и фактически это госслужба. То есть я не подлежал призыву в армию, потому что в случае войны мое место было там, я координировал работу одной из систем госпиталя, которая как раз должна включаться в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Ну, собственно, в шестом году даже пришлось этой системой попользоваться во время ракетных обстрелов. И, соответственно, вот просто так встать и уйти с этой работы нельзя. Ну, нельзя потому что не отпустят, и нельзя потому что это просто не по-человечески. То есть это то место, которое надо передать в хорошие руки и только потом уходить. Поэтому у меня где-то был период больше года, когда я работал 16 часов в день, 17 часов в день. То есть днем программистом, IT-специалистом, разработчиком, а потом вечером писателем, журналистом, удаленным преподавателем уже на себя. И просто в какой-то момент мне стало понятно, что по 16-17 часов в день я больше не тяну, порвусь. И при этом я увидел, что деньги, которые мне приносит маркетинг, они уже... Перекрывают работу. Сильно перекрывают то, что мне приносит работа 8 часов 5 дней в неделю. И тогда я окончательно решил с работой завязать. То есть несколько месяцев занял этап передачи дел и подготовки человека на замену. И потом наступил день, когда я взял будильник, открыл окно и сделал вот так. Это было символично. И с тех пор ты не работаешь на работе. И с тех пор я не работаю на работе. Ну, без будильника, к сожалению, обходиться не получается. Потому что, скажем, если у меня в какой-то день тренинг, то я должен проснуться вовремя. Но на тот момент это было просто такое удовольствие сродни оргазму. Выкинуть будильник и больше дома будильник не держать. Ты считаешь это одним из самых главных достижений в жизни? Уход от наемной работы? Ну, это не является ценностью само по себе. Но вот скорее то, что я сейчас веду тот образ жизни, который с наемной работой плохо совместим, к сожалению, вот это, конечно, важно. Значит, смотри, есть переключить традиционную работу на удаленку, есть освоить фриланс, либо если у тебя уже есть навыки, сразу заняться фрилансом, там, с плавным переходом от работы, либо с резким, еще что. Бизнес, 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 бизнес. У нас большая аудитория зрителей, которые прочитали даже Киосаки, и подобную литературу, Роберт Аллен, Бодо Шефер, и они уже понимают, что удален, там, вообще работа, это, там, карьерный рост, это не самое такое, о котором можно мечтать, да, и что можно действительно открыть свой бизнес, заняться своим собственным бизнесом. Я скажу пару слов в защиту работы. Дело в том, что есть довольно много видов деятельности, которые никаких других вариантов, кроме наемной работы, не предполагают. Ну, например, ты физик-атомщик, экспериментатор. Тебе для твоих экспериментов нужен ускоритель частиц. Ты никогда не построишь свой собственный около своего загородного дома. То есть, если ты уходишь в бизнес, о Нобелевской премии по физике тебе остается только мечтать. Поэтому, если ты хочешь работать, скажем, с большим адронным коллайдером, если ты хочешь поймать, наконец, бозон Хиггса, ну, окей, его уже поймали, там, что-нибудь еще столь же значимое в физике, вот именно в физике частиц делать, твой путь — это академическая карьера. Точно так же, если ты работаешь в медицине. Ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы у тебя дома было оборудование, которое есть в крупной государственной больнице. То есть, есть ряд видов карьеры. В первую очередь, это карьера научная, которая предполагает, что ты в корпорации. Ну, или, скажем, если ты хочешь сделать вот что-то такое на уровне международном, то твой путь — это гораздо чаще путь наемного менеджера крупной корпорации, но с замахом не на отдел по упаковке яблок, а с замахом на то, что говорят американцы «C-Level». «C-O», «C-F-O», «C-I-O» и так далее. То есть, стать одним из топ-менеджеров крупной корпорации, потому что, сам понимаешь, при том, что вот мы с тобой бизнесмены, но возможностей, скажем, у вице-президента IBM по маркетингу, возможностей повлиять на что-то в мире больше, чем у нас с тобой вместе взятых. Поэтому, если человек хочет изменить что-то в мире вот на этих направлениях, мир крупных корпораций, мир науки, мир медицины, то там наемная работа — это тот путь, который он просто вынужден, оказывается, выбрать. Другое дело, что большинство людей не мечтают ни о Нобелевке, не мечтают ни о позиции главного врача Израиля. Они мечтают о зарплате хотя бы в 3000 долларов. Ну, да, хотя бы. И все, и будет жизнь и счастье полное. Да, то есть бывают и более такие значимые мечты. Мечта — это в своем доме. Вот не о том, чтобы переехать из однушки в Биберево, там, в двушку на Щукинской, а о собственном доме. Но при этом они понимают, что при зарплате 50 тысяч рублей, из которых 20 уходит за жилье, собственный дом им светит. Ну, вот если изобретут таблетки, после которых человек будет жить 500 лет, тогда они собственный дом успеют купить. А если нет, то... То есть бывают проблемы более значимые, чем дом. Ну, скажем, вот есть у меня одна знакомая девушка, у нее сейчас ситуация такая, как это сказать, нерадущая. В общем, если она собирается и дальше ходить своими ногами, ей нужно где-то накопать тысяч 40-50 долларов на операцию, а у нее тысяча долларов в месяц – это хороший доход. То есть 5 лет без всяких... Если не есть и не пить, и квартиру не снимать, а жить под мостом, то 5 лет. Если до тех пор здоровья хватит дотянуть. И таких вот ситуаций в жизни довольно много. То есть каждый раз, когда ты видишь в интернете, давайте, друзья, соберем 100 тысяч рублей мальчику на операцию, ну, как-то мальчика жалко, но возникает вопрос, а что делают в жизни его родители, что они не могут 100 тысяч... Ну, если не снять с карточки, то хотя бы пойти в банк и взять ссуду, им это ссуду дадут. Конечно. Это же насколько нужно иметь никакой уровень доходов, чтобы сумму в пару тысяч евро надо было долго собирать и просить об этом людей. Ну, страшно, если честно. Да даже в конце концов продать квартиру, если на то пошло, если побольше... Но это если она есть. Да. Это если она есть. Ну, квартира, слава богу, у половины населения есть. И то хорошо. Окей, значит, смотри, бизнес, да? То есть есть пара слов в защиту наемной работы, это да, я согласен. Плюс не всем все-таки дано, да, вот предпринимательские качества, хотя их можно развивать, но у них у всех есть желания и так далее. Кому в бизнес стоит? В общем-то практически любому, если у него есть достаточно амбиции и если он... Мотивация. Устойчив, если он способен, готов спотыкаться, падать, вставать, спотыкаться, падать, вставать и... Риск, падение, критика. Даже риск, на самом деле, он не такой большой. Понятно, что когда людям говорят открыть бизнес, они себе тут же представляют. Вот, я там взял кредит в банке, миллион долларов, все вложил, все потерял, теперь я должен банку миллион, а как мне жить? А бизнеса нет, да. А бизнеса нет. Есть куча бизнесов, которые можно открыть на 100 долларов. Ну, вот, реально, сегодня огромное количество инструментов позволяют то, что раньше нужно было покупать там за тысячу, за две тысячи, за пять тысяч евро, сегодня это можно приобрести за тысячу рублей. Например, если когда-то вот сделать сайт, это прям была целая история, и нужно было найти специалистов, там, дизайнеров. Сегодня заходишь на конструктор сайтов, щелк, 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 и либо оно вообще бесплатно, либо оно там за 500 рублей в месяц, 6 тысяч рублей за год, если берешь год сразу скидка. Там, а как мне наладить, там, не знаю, прием платежей, у меня же нет кассового аппарата. Прикрути биллинговую систему. Автоматическую? Которая просто сразу тебе все это на карточку списывает, ну, там, свои 5% снимает, остальное тебе заходит на карточку, и ты потом раз в месяц распечатываешь отчет. То есть, а вот как мне сделать лендинг-пейдж? Ну, зайди на какой-нибудь LP, чего-нибудь там, LP-тренд, LP-генератор, LP-что угодно, заплати им 8 тысяч рублей за год, сделай 10 лендингов за один вечер. То есть, огромное количество вещей вообще перестало быть проблемой. А как мне открыть блог? Зайди на LiveJournal, нажми кнопку «Открыть блог». Ну, или зайди там на Blogspot, нажми кнопку «Открыть блог». Как мне открыть собственное телевидение? YouTube, пожалуйста. Куча людей уже работают на тебя, чтобы ты вел свой канал. Конечно. То есть, огромное количество вещей уже готовы. Вот просто нажми кнопку «Поехали», и ты поедешь. И все это либо вообще бесплатно, как YouTube, либо за такие деньги, что вот ты три раза в суши не сходил, в суши-бар, и у тебя уже есть деньги на твой сайт на год. Да. Другое дело, что многие скажут, как, в суши-бар не сходить? Ты вообще, мужик, понял, что сказал? Я лучше продолжу на работу ходить. Да. Ну, это даже не смешно, это даже печально. Ну, да. Поэтому, в принципе, бизнес малого формата вообще может открыть кто угодно. Другое дело, что бизнес малого формата, он редко выходит за рамки пары-тройки тысяч евро в месяц. Но, с другой стороны, вот на это вот, этого уже более чем. Ну, то есть, моя гостиница, причем это приличная по меркам этого острова гостиница, наверное, если не в десятке, то точно в двадцатке лучше. Вот тысяча евро в месяц – это с завтраками. То есть, за полторы можно здесь жить. Вот как короли тебе каждый день убирают комнату, там, приносят свежие цветы. И на оставшиеся, соответственно, полтысячи ты ешь только в ресторанах. Вообще, в Таиланде даже местные не готовят. То есть, в Таиланде в большинстве домов просто нет кухни, они питаются в ресторанах, в кафе, вот на этих уличных лоточках с колесами. А если человек говорит, ну, так гостиница, так тысяча евро в месяц, где же мне взять за 300 евро в месяц можно снимать вот такую? Ну, дом за 300, ну, хотя, нет, хотя даже, да, можно, наверное… Без бассейна, но дом. Да, можно такой вот дом, вот не у моря, там, не первой линии. Ну, да, реально, еще за 100-200 евро в месяц питаться так, как питаются тайцы… Еще 100 евро это мотоцикл с бензином. Да, и все, и вот тебе уже там за 500-600 евро в месяц, вот тебе уже жизнь в Таиланде. Полноценная жизнь. Ну, скажем так, жизнь не туриста, который там с шоу на экскурсию, а жизнь человека, который просто делает все то же самое, только в Таиланде. Который ценит тепло, климат, экологию, здоровое питание и так далее. То есть, это не так трудно, как кажется. Ну, а если говорить про какие-то серьезные доходы, когда уже не, так сказать, квартира около моря становится приоритетом, а когда уже приоритетом становится возможность ни в чем значимом себе не отказывать. В принципе, бизнес можно вывести на этот уровень, просто он уже должен работать немножко по-другому. То есть, если бизнес системы «я и кошка», он доходит до уровня там 100-200, ну, около 300 тысяч рублей, стоп. То дальше надо просто менять технологию, потому что бизнес «я и кошка» это даже не поймешь, он бизнес или он фрилансерство. Дальше просто ты начинаешь нанимать людей, дальше ты начинаешь масштабироваться. И выходишь в следующую лигу, в малый-средний. Из забавного. По-моему, я говорил тебе во время прошлого интервью, что собираюсь нанять ассистента. Вот девочка, которую я тогда нанял, она месяц назад себе наняла ассистента. Подросла с тех пор. Отлично. То есть, начав с фрилансом, можно потом развиваться в сторону собственных проектов, в сторону собственного бизнеса. Ну, а дальше, как говорят американцы, небо – это граница. Здорово, Алекс. Спасибо тебе большое за тот контент, который ты представил в сегодняшнем выпуске. Было реально полезно. Я думаю, что вот ту пользу, которую ты сегодня передал, возьму не только я, но и с десяток тысяч наших зрителей. Я очень на это надеюсь. Ну, а в комментариях к нашим передачам мы это все увидим. Спасибо тебе большое. Спасибо, Артем. Я буду… Ну, а если позволишь добавить? Да. Если кто-то хочет получить еще больше пользы, то сайт levitas.ru, мой блог, моя книга, мои статьи в газетах и журналах – все это очень многое добавит к тому, что сегодня было сказано. Поэтому просто наберите мою фамилию в Яндексе – Александр Левитас, фамилия у меня редкая – и откройте первые 3-4 ссылки, посмотрите, чем еще я могу быть вам полезен. Помните, ваш бизнес может приносить вам больше, гораздо больше денег. Спасибо. Спасибо, Артем. Я могу со своей стороны еще добавить, что одобрено и рекомендовано нашей компанией «РАСИЛЬЮ ПОЧКОВА». Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok